чтобы вынести акт о виновности необходимо что исследовать либо исключить из числа доказательств на какие основания исключать из числа доказательств если вы собственными объяснениями подтверждать что это доказательство по делу есть монитор вот у вас есть может быть в кабинете же он сразу пассажир давайте я вам опять давайте по порядку по порядку сужебного удостоверения а каким образом вы рассматриваете дело в силу закона о службе органов внутренних дел должен быть у нас кто сотрудник полиции действующим нигде не комментирует почему удостоверение согласно службе закон о службе органов внутренних дел вам именно дается служебное удостоверение вот как вы сейчас будете осуществлять государственную функцию сейчас я знакомлю справка дана отделом по работе с личным составом урд россии по нескому району санкт-петербурга лейтенантом полиции так лейтенанта полиции морозову анатолий анатольевич в том что действительно состоит на службе в органах внутренних дел в должности инспектора дпс взвода номер один надельная рота дпс в гибриду мудро россии по нескому району города санкт-петербурга настоящая справка выдана к паспорту срок действия до 23 июля 2020 года инспектор о.п. орл.с. щелкунова 23 июля 2020 год вот по-хорошему надо вызвать руководство и разобраться как расписывать материалы должностному лицу которого отсутствует удостоверение служебное да конечно что более того можно копию снять и вложить материалы дел по-хорошему членов и по-хорошему делал это тосили днис геннадьевич 12 10 980 у вас даривность есть конечно же гражданина на будьте добры чтобы не понимать что обязательно что у нас тогда поздно можно пожалуйста угу да медальюки срокопатом как это сделать или доведем чтобы не забыть, чтобы не говорили, что он не разъяснял в статье Никто не обязан свидетельств против себя самого, своего супруга и близких подсадников, круг которых поделятся федеральным законом. Кем конкретно огласить протокол? Кем ведется дело с ним по станили и имену, честное звание и должностного лица? Протокол 78-20-01-05-62 от 22-06-2020 года со стариками отдельной роты первозвода ГИБДД ОМВД России по Невскому району. Чудо нарушения... Кем? У вас фамилия, имя? Чудо нарушения... Чудо нарушения 22-06-2020 года в 11-05 управлял транспортным средством, правым поворотом на улице Народная по проспекту Двеневосточного, остановленную дому 32 по улице Народная. На передних боковых стеклах установлена непрозрачная цветовая пленка, световыпускание которой составляет 0%, что не соответствует пункту 4.3 приложения 8 технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Замеренный прибором БЛИК, ПОВЕРКА до 25-2021 года. Вы меня немножко сбиваете, в том плане, что перед началом я вам тоже... Вы сейчас мне как бы можете специально... А вы из телефона будете разъяснять? Да, я из телефона буду разъяснять, читать. Для удобства. Статья 25. Ну вот, давайте. Это вам же удобно. Спасибо. 25-5. Согласен. У меня, к сожалению, с собой нету. А должно быть всего закона. Если вам неудобно, я могу найти... Нет, я уже нашел. Защитнику... Для оказания юридической помощи лицом, в отношении которой ведется дело производства по делу административного правонарушения, в производстве по делу административного правонарушения может участвовать защитника для оказания юридической помощи потерпевшим свидетелем. В качестве защитника и представителя к участию в производстве по делу административного правонарушения допускается адвокат или иное лицо. Полномочия адвоката удостоверяются ордером данным соответствующим адвокатом адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом, который мне предоставлен сейчас в сервере дела. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу административного правонарушения с момента возбуждения дела об административном правонарушении. Защитник и представитель допущенный к участию в производстве по делу административного правонарушения вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайство и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу постановления по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим кодексом. Также разъясняю вам статью 25.1. Спасибо. Может быть, пригодится еще. У меня выдержки есть. На другой стороне протокола. Лицо, которое ведется в производстве по делу административного правонарушения, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайство и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим законом. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствии указанного лица дело может быть рассмотрено в случае, если имеются данные о надлежащем извещении лица. о месте и времени рассмотрения дела, и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. судья, орган, должно лицо рассматривающий дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствием при рассмотрении дела в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в лекущем административное арест или административное удовлетворение за пределы Федерации иностранного гражданина, либо в присутствии лица в отношении которого ведется производство по делу является обязательным. Ну, дальше там не сошли лицо, четвертый пункт не актуальный. Ну, так он все объяснил. Понятно. Ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Вами в отношении моего доверителя рассматривается дело об административном правонарушении в предусмотренном положении ч. 3.1 ст. 12.5 КОАПРФ. Вы что-то спросите? Плачет можно? Пожалуйста. В соответствии с положением ч. 5 ст. 25.5 КОАПРФ, защитник представитель допущен к участию производства по делу об административному правонарушению, в праве знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства и заявлять ходатайство от ввода и участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении Применение меры обеспечения производства по делу и постановления по делу. Пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим кодексом, соответствующим ложным на основании положения ст. 24.4, 25.5, 29.12 КОАПРФ, прошу разрешить ознакомление с материалами дела, с производством выписок и снятием фотокопии. 17 часов 56 минут. 25.06.2020 год. Защитник подписки несконяя штаташвилия. Да, удовлетворю ваше хозяйство. Пожалуйста. Система материала. Ну да, лично. Система материала. Система материала. Больше ничего нет. Так, смотрите. Копия. Эта связь на поверке. Ага. Традически. Да, нет. Это просто пустой бланк. Да, все. Есть еще у нас сама видеозапись. Но она на диске. Да. Ну, она есть как бы. Она должна быть в материалах дела. Тогда вы ознакомливаете меня с материалами дела, но в полном объеме. Ну, а сейчас ее будет просматривать? Ну, естественно. Это, я больше чем уверен, что уже сегодня готовы вынести постановление о значении штрафом он доверит. Угу. Потому что такая практика у вас сложилась. Доводы, аргументы почему-то не вы, не ваши коллеги не слушают по иным делам. Поэтому до вынесения решения в виде постановления необходимо вообще исследовать данную видеозапись, которая является доказательством по делу. Вот. Собственно говоря. Так что есть, нет у вас технической возможности. Вы можете разрешить этот вопрос. Да, кроме того, вы должны тогда удалиться и выяснить этот вопрос и сообщить участникам по делу. Объявить перерыв. В ходе рассмотрения дела нельзя в телефоне кому-то звонить, спрашивать. Ну, давайте я удалюсь и узнаю техническую возможности. Да, ознакомимся с делом. Хорошо, спасибо. А вам еще нужен паспорт? Я еще купил его модел, хорошо. Да. У вас перчатки грязные, не могли бы сравниться, не пачкать? Ага. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Так. А мы тем временем ознакомимся с протоколом. Да, да. Угу. 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 То есть, я вам писали на имя своего проводителя. А можно с ним ознакомиться? Анатолий Александрович, всё Souvy. Вы должны понимать, что нельзя, тут вкладываем, тут не вкладываем, полностью, материал дела, более того, обведение ваше находится до которого должен быть прошит по нумеровам все доказательства должно быть в деле полагаю ваш руководитель обумер как и евгений владимирович да у него отсутствует надлежащим предупрежденном контроль за вами непосредственно все должно быть в деле у вас получается рапорта видеозаписи как мне чтобы в одном месте просто это посчитал мая надо серьезно рассмотреть но знаете у меня слава богу не каждый день так вы же знали защитник таташвей Денис Геннадьевич он будет требовать от вас в рамках закона рассмотреть дело настоящее неужели вы не подготовились нарушение с моей стороны это реально нарушение вы дали мне ознакомление материал делами не в полном объеме теперь мы в ходе общения выясняем что у вас оказывается рапорт где-то лишь руководителя видеозаписи в другом месте у вас сейчас хоть техническая возможность все посмотреть это вы же это сюжетные преб-носители анатолий антонович это доказательство по делу это вы должны нас вы же обвиняете моего доверителя в нарушении обвинения то есть вы должны доказать это видеозаписи нету но вы на нее ссылайтесь тогда это вот а чтобы вынести акта о виновности необходимо что исследовать либо исключить из числа доказательств а какие основания исключать из числа доказательств если вы собственными объяснениями подтверждать что доказательства по делу монитор вот у вас есть может быть в кабинете я же вам сразу предложу давайте в кабинет пройдем и там рассмотрим Исследуем видеозапись? Ну, естественно. Исследуем видеозапись, посмотрим. А у меня в основном нет ни личного компьютера, ни... Ну, это... Спросите у руководителя. Ну, просто у нас не полно будет рассмотрение дела. Вы согласитесь с нами? Анатолий Анатольевич, давайте так. Вы поставьте печать, подготовьте все материалы дела, вы имели перерыв, а мы пока между тем с моим доверителем посовещаемся. Хорошо. Смотрите, по поводу печати поставлено, копия, вот здесь. Ну, это уж на... Относать, ну, то, что я убираю, но не надо еще много писать. По поводу видео, это служебное видео, это для надзора за мной. И по поводу рапорта, это тоже внутренний документ, который я писал, он непосредственно не относится, как договоренного сторона обвинения. А, вы не могли бы ее не слушать? Да-да-да. Да-да. В видеозаписи, кстати, я не могу, потому что служебное, для контроля меня, как подчиненного сотрудника. Анатолий Анатольевич, согласно 664-го приказа, вы, как должностное лицо, осуществляющее административную процедуру, в данном случае, 22.06.2020 года в отношении моего доверителя, в силу 38-го пункта указанного приказа, ввели видеозапись. Вы же об этом проинформировали? Да, конечно, да. Правильно? Эта видеозапись является доказательством по делу. Помимо прочего, что это и надзор за вами со стороны руководителя, хотя мое объективное, хотя мое субъективное оценочное осуждение, контроля абсолютно никакого нет. Был бы контроль вот этого, это бы ситуация сейчас не возникла с доказательством. Повторюсь, это доказательство по делу. Это напрямую затрагивает права и интересы моего доверителя. Это вот данная видеозапись. Кроме того, рапорт тоже является косвенным доказательством по делу, которое также должно быть в материалах дела. Между тем, все доказательства, вот вы мною выше озвучены, они будут позже в материалах, тогда, когда суд по жалобе моей на ваш акт, который, я больше чем уверен, будет с обвинительным уклоном, будет рассматривать представленные юрисдикционным органам, в данном случае ГИБДД Невского района, и ДИСК будет, и ваш рапорт. Понимаете, вы в заблуждение сейчас, либо вас руководитель ввел, но меня не надо в заблуждение ввести. Рапорт это косвенное доказательство по делу. Вы там изложили фактические обстоятельства, конкретно, что, где, когда было. И вы там описали тоже признаки состава административного правонарушения. Правильно? Ну, там ничего больше, чем, там в самофабула нарушений нет, там все, там я могу сейчас рассказать, что я там написал. Расскажите, вы что там написали? Там. Можно убавить звук? Чуть-чуть, что там шумит. Нам сейчас тратся. Да, это время, когда спил на службу, в какое время остановил, ну, можно мне материал, я буквально, мне так будет удобней. В деле-то должен быть рапорт, сидеть сюда поверх, пожалуйста, вот ваше все дело. Рассмотрение неполное. Остановил вот в 11.05, да, гражданина автомобиля Kia под управлением, как выяснилось позже, потому что документы изначально были не предоставлены. Ваш подзащитный, он немножко, ну, как вам сказать, по-человечески, он некрасиво себя повел в том плане, что он, я ему под дозор, я не снялся, потому что он меня обманывает. Потому что изначально затягивание, составление диссертивного материала, в плане, ну, это практика уже такая, не его одного, предоставить документы. У нас поправлен 2.1.1, соответственно, обязанности водителя входит и предоставить водительское удостоверение в связи с администрацией истаховку ОСАГО. Соответствующий Алексей Александрович сказал, что ему должны поднести, у него по себе их нет. То есть изначально было, как бы, немножко общение такое, как можно сказать, неприятное мне, потому что я знал, что у Нью-Йорска все есть, был составлен протокол, потом далее он был списан из указанного рапорта, протокол об отстранении от управления, потому что в связи с регистрацией, когда нет у человека, это есть 500 рублей выписывается, да, и, соответственно, данная часть. Это вы имеете в виду 12-3 части? Да, 1-2. 12-3-2? Да. Без управления в связи с регистрацией, без документов, имеется эвакуатор и... Да, это по первой части. Это по первой части. Да, потом и предоставствовать в связи с регистрацией, был составлен протокол, административный расчет постановления об отсутствии водительского уставления, потому что, также, Алексей Александрович сказал, что у него при себе нету, он, как бы, и был составлен протокол, после чего водительское уставление у него чудесным образом нашлось, соответственно, я данные материалы позже списал. А каким он писал? Рапорт, что, да, обстоятельный рапорт, что были предоставлены документы, сначала была информация такая, после составления материала дал на подпись, и документы нашлись. Соответственно, материал был сразу прекращен, и даже на подпись я ему не давал. Вот, и после чего уже был составлен протокол, поскольку был не согласен, Алексей Александрович, с признаками изначально было, у меня, как можно сказать, у меня кто-то об этом не спрашивает, я вам скажу, причина остановки, да, часто вопрос у нашего водителя, но в данном случае были признаки административного пронарушения. Я его не обвинял, у нас все, все протоколы, все постановления после того, как уже выявлено. Тут доказательной частью было именно измерение самой пленки прибора, на которой есть и поверка, у нас материалы дела есть, сам прибор, соответственно, ну, сейчас он на линии работает, вот, со всеми пломбами, то есть после замера, соответственно, составляется материал. До этого есть признаки административного хорошего признаки, то есть ты голословно, и никто не обвинял, что вот у вас нарушение, я также подошел, ну, переставился и потребовал документ изначально, потому что у меня есть признаки, мне надо в отношении кого-то ставить материал, понимаете? Вы это отразили в рапорт. Конечно, да, вот эта ситуация была рапорта. Рапорт является доказательством по делу, а значит, тогда его необходимо исключать из материалов, его сейчас в деле нет, вот, а теперь что по видеозаписи? Вопрос-то открыт остался. А это доказательство по делу? Видеозаписи есть, но она, как вам сказать, она ведется не только как доказательная база, но это служебная, как бы... в данном случае она напрямую затратит права и интересы моего доверителя, там либо подтвердится факт, либо опровергнется, как в части, допустим, разъяснения процессуальных прав. Вы об этом указывали в рапорте? Разъясняли вы права или нет? Ну, нет, не указывали. Не указывали в этого в рапорте. Ну, видео есть там. Вот, а видео является, повторюсь, доказательством в третий раз. И вы лишаете права меня, меня защищать всеми законными способами, моего доверителями. И, кроме того, это же многие сомнения развеются. Потому что все сомнения, вот сейчас отсутствие материала, трактуются по статье 1.5 в пользу моего лица. То есть вот сейчас с этим материалом я только напишу вам ходатайство, и вы прикрещаете производство поделок. Ну, на любую поднимаете видеозаписи. Вот, поднимаете, видите? Получается, тогда, когда надо, вы поднимаете видеозаписи. Вы видеозаписи поднимаете. Тогда, когда, собственно говоря, не надо, тогда вы не поднимаете записи. Не должно быть двойных, двойных стандартов. Если в деле содержатся доказательства, как нам стало известно из ваших собственных объяснений, они есть, то они должны быть в деле. Давайте тогда поднимать видеозаписи. Либо я пишу ходатайство о приключении производства по делу ввиду отсутствия тех доказательств, на которые вы ссылаетесь. Допустим, Денис Ильич Иванович, Да, вы, извините, что перебиваю. Смотрите, допустим, ну, ситуация будет разная, но нет видеозаписи. Она не обязана быть для данного нарушения. Это не фотофиксация. Это не скорость никакая, не там никакое нарушение, которое именно обязывает именно, знаете, в нашей статье, вот только фотофиксация. Данное нарушение не является, как сказать, обязательным для фотофиксации, для видеофиксации. Поэтому, оно, дозор, разряженный, не будет самой. То, что это дополнительное средство, это не обязательно. Может быть, извините, я вас перебью такую формулировку. Может быть. Понимаете, принцип непосредственности исследования доказательств. Вы уже не раз обмолвились, что доказательством по делу, в том числе, является данная видеозапись. Его необходимо исследовать. Может быть. Тогда я вам предложил, давайте прекратим производство по делу, так как нет доказательства. Кроме того, очень интересный момент. Если вы обратите внимание на содержание объяснения моего доверителя, то вот эти объяснения, да, как основания прекратить производство по делу, за отсутствием состава. Это... А почему агентство со стороны? Ну, это формальное основание. Это по остановлению пленума Верховного Суда дал разъяснение по этому поводу, неразъяснение процессуальных прав, о чём мой доверитель указал в протоколе. Всё, значит, доказательства нельзя использовать данные. Уже по составу прекращается. Понимаете? А видел запись, на которую вы ссылаетесь и говорите, мы предоставим тогда, когда будет вам удобно, мы подымем. А наоборот, эти сомнения... Ну, слушайте, вот, можно я вас ещё раз переведу? Вот, Геннадий, смотрите, неразъясненного, да, человек может объяснение писать, оклеветать всё что угодно писать. Провергайте. Так у меня уже, грубо говоря, меня вот 10 уже... Провергайте. Нет. Тут уже обман. А почему обман? А потому что... Откройте, пожалуйста. 28.2 часть 3. Откройте, пожалуйста. 28.2, статья 28.2 часть 3. Коапура. Такой запах на дате 4. 28.2. А теперь часть 3. Огласите. В протоколе административного проношения указывается дата и место его составления, должность, фамилия и инициала лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого было впервые дело в административном проношении, фамилии, имена, отчество, адрес, адресами свидетелей и потерпевших, если имеется свидетель и потерпевший, место, время, совершения и события административного проношения в статье НЗКО или Закона субъектора СССР, предусматривающего административного ответственность за данное административное правонарушение, объяснения физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых в возбужденное дело иные сведения, необходимые для разрешения дела. Ну, он доказал. Пятья часть. Я вас попросил прочитать. Предоставление протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых в возбужденное дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанностями, то есть, смотрим настоящим кодексом, о чем делается запись в протоколе. Стоп. Обратите внимание на протокол об административном правонарушении. Где запись в должностном лице о разъяснении процессуальных прав? Во время составления протокола об административном правонарушении не было участника. Я вам изначально сказал, прочитайте, пожалуйста, статью 28.2, часть 3. Так вот, за разъяснение процессуальных прав делается запись в протоколе, а вами она не сделана. Подожди, какая должна быть запись, что я разъяснил, и должна расписаться, что я разъяснил. Вы сейчас можете сослаться... Нет, подождите, а где графа, что я разъяснена, это вот гражданин, в отношении которого должен расписаться, потому что я в отношении, что я ему разъяснил, а он здесь не расписал. Почему? Он указал мне разъяснены. А я ему разъяснил. А вы должны были запись сделать. Так вот, чтобы это опровергнуть, теперь необходимо что сделать? Понимаете, вы сторона обвинения, вы должны представлять сейчас вот эту видеозапись, рапорт, из которой явствует, либо не явствует, что вы право разъясняли, не разъясняли, нарушен порядок, не нарушен порядок производства по делу. Понимаете, это юрис пруденция. Я понимаю, что вам сказали по шаблону, возможно, допуская, составлять как протокол, но есть еще и порядок производства по делу. Он, как я считаю, нарушен. Есть основания прекратить производство по делу. Кроме того, в целях экономии процессуального времени, вы можете также, я вам заявлю, ходатайство о прекращении дела. Просто это будет с точки зрения процессуальной экономии и материально-финансовой затраты. Тоже на вас сейчас выделяется государственный день колоссальный. Мы сейчас рассматриваем 500-рублевое дело. Ну, да, 250. Да, 250, мы правильно говорим. Ну, вы видите, что у нас по материалам нарушения восполнят тогда... Да, я не вижу нарушения, с моей стороны. Ну, вы считаете, нет нарушений? Рапорта нет, это не нарушения. Не нарушения нет. А, значит, видеозаписи нет, это не нарушения. Мы это делаем. Значит, опровергать вы никак не собираетесь. То, что моему доверителю право... Запросите, извините, извините, запросите, делать видеозапись телефона личного Алексея Александровича. Анатолий Анатольевич, вы должны доказать, как вы не можете, я защищаю. Я вот смотрю по процессу, нарушен порядок производства по делу. О том, что материалы дела не содержат в себе видеозапись и рапорт, который является доказательством по делу. Кроме того, в протоколе, позвольте, в протоколе об административном правонарушении мой доверитель четко указал, что права и обязательства, предусмотренные в статье 25.1, в статье 51 Конституции РФ, мнения разъяснены. И тут подпись, он указал, неразъяснены, ниже объяснение лица, в отношении которого возбуждено делать с ним правонарушение, мой доверитель указывает, ПДД не нарушал, статья 25.1, неразъяснены, статья 51, неразъяснены, требуется защитник, все, Таташвили, Денис Геннадьевич, телефон 8901-964, с нарушением не согласен, понимаете. И вот это объяснение является доказательством по делу. Смотрите, Денис Геннадьевич, допустим, будет видеозапись, я четко знаю, что там есть, то я разъяснял, и это уже как клевета, если декабы, то здесь не образует состав клеветы. Ну, смотрите, вот ваш подзащитный, он говорит, что не защитная, а вот видеозапись, да, я даже, я лично сам заинтересован. Так, давайте исследуем ее, получим эту видеозапись. Чтобы, как бы, не то, что, как бы, но чтобы действительно, я ему еще, ну, то есть вы понимаете, да? Я понимаю, почему вы, это моя защита, это моя защита, мне тоже хочется это передать. Так что, может быть, мы отложимся тогда на разумные сроки. Понимаете, я подготовлюсь... Да, я готов, потому что сейчас заявлять в хозяйство, но ваш настрой мне понятен. У вас... Я тоже хочу, как бы, быть, так сказать, не то, что достойно вам опорно, а быть юридически грамотно, чтобы уже на будущей ситуации, как бы, да, ну, уже больше подготовиться и, так сказать... Ну, вы согласитесь, мои доводы убедительны в части доказательной базы? Ну, видеозапись, она мне помогла бы. Ну, вот. Или сомнение, либо прекращаем. Но она не является обязательной. Понимаете? Опровергайте. Вот вам придется это сделать тогда. Давайте тогда согласуем дату с вами. Давайте с вами берем дату, да. Вот, и рассмотрим тогда. Рассмотрим. Это мы тоже, к себе заберем? Да, конечно, конечно. Так, ходатайство в дело. И вот это у нас. По End Люч N. Такая история. По финансам эрмита. Это второе, което. Спасибо за просмотр BL.